У меня произошла такая не очень хорошая ситуация, что меня обманули в плане покупки мобильного телефона. Хотела приобрести телефон на Авито, писала с человеком, понравилась определенная модель телефона. Я задала вопрос человеку в плане переписки, номер скрыт был, я спросила, что можно вообще где-нибудь встретиться или как-то увидеть аппарат. Мне сказали, что давайте перейдем в WhatsApp и дали, естественно, номер, телефон. Мы переходим на общение в WhatsApp, я начинаю подробно спрашивать о телефоне. Мне рассказывают о нем, что все классно, все хороший телефон, состояние идеальное. Я ответила, хорошо, все, я говорю, где можно встретиться? Он говорит, давайте мы оформим заказ службы доставки. Молодежь пользуется не первый раз, я тоже пользовалась службой доставки, на Авито продавала, покупала, то есть знала, что и как. Мы выбираем службу доставки, он оформляет, получается, заказ, он мне присылает ссылку, там указан, получается, отправитель, указан курьер и указан номер, то есть этого заказа. И, то есть мне нужно было всего лишь просто оплатить. Я провожу оплату и получается мне списывается сумма с карты. Мы договорились на сумму 8500 изначально, хотя телефон стоил 8800. То есть мне занесло вопрос, входит ли доставка в стоимость, то есть он говорит, давайте за 8500, хорошо. В дальнейшем происходит оплата, то есть деньги списываются, я мне опять присылаю ссылку о том, что оплата не проходит. Давайте сделаем возврат средств. И только тогда, говорит, мы будем оплачивать, когда уже курьер сам приедет на место, то есть либо наличкой мы оплатим, либо также онлайн перевод. И задаю такой вопрос, то что для меня это показалось очень странным, но почему-то я не обратила на это внимание, что, чтобы сделать возврат, оказывается, нужно было, чтобы у меня такая же сумма была на карте. Я сказала, нет, у меня такой суммы нету, я говорю, есть сумма 2100. Он сказал, давайте хорошо по частям, то есть, грубо говоря, 4 раза будем возвращать. Я говорю, хорошо. Получается, он мне опять присылает, то есть, на 2100 возврат, якобы. У меня списывается еще сверху 200. И тем самым после этого человек просто пропадает со связи, то есть мы выходили на связь. И получается, все, человек как канул в воду. И после этого я уже позвонила в техподдержку уже этого сайта. Мне девушка объяснила, в тот момент она говорит, у нас даже объявление, то есть, висит на сайте о том, что мошенники есть, то есть, там, о том, что там буквы меняют, то есть, окончание после точки, там, бывает и ком, и орки, то есть, разное. Я не обратила на это внимание, то есть, сайт назывался boxberry.ru, а мне присылали ссылку boxberry.ru.com, то есть, разница просто в буквах. Я не обратила на это внимание, и каждый мог на это попасть, делаться. Ну, такая произошла ситуация. Следователь, я пошла сразу в отдел полиции писать заявление. Продолжение следует...